Здравствуйте, Олег Анатольевич. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Сегодня мы рассматриваем вопрос, связанный с реализацией концепции социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года. Долгосрочная концепция. Долгосрочная концепция развития Российской Федерации. И хотелось бы начать, в первую очередь, с того, как вы считаете, почему для этой программы были выбраны такие показатели, которые позволяют достаточно свободно оценивать ее реализацию? Ну, важно понимание, что это не программа. Это концепция. То есть, это основные идеи, которые должны были быть положенными в программу. Потому что программа — это документ очень серьезный, который означает и цели, обозначает, и основные средства их достижения. И расписано в такой степени, что можно уже приступать к ее исполнению. В данной концепции были собраны ряд параметров, которые нужно достигнуть, и плюс некоторые цели и, может быть, некоторые средства. Не было создано цельной программы развития страны. До сих пор эта задача не решена у нас. Все крупнейшие страны капиталистические, в том числе страны, и имеют программу развития. Пятилетние — это как правило. Та же Южная Корея, которую многие хвалят, как она развивалась, какого уровня достигла, развивалась в течение четырех пятилетних планов. Капиталистическая Южная Корея. Четыре пятилетних планов развивались они, ставили задачи, создавали программы развития, даже назвали планы развития, и большую часть их реализовывали, достигали эти параметры, которые ставились. У нас в 2008 году была создана концепция, то есть основные идеи, совокупность основных идей до 2020 года. Как оценивать этот документ? В принципе, его надо оценить в целом положительно, как документ. То есть, как основу для создания программы. Во-первых, слово «долгосрочный» нельзя, просто невозможно переоценить слово «долгосрочный», которое там есть. Она действительно долгосрочная, на 12 лет. У нас в советское время, к сожалению, были пятилетние планы только. У нас не было долгосрочного плана в советское время. Но Голл-Рой, если не считать, вот, но Голл-Рой тоже, по сути, программа. Это еще не такой план, как потом планы были созданы. У нас были замечательные, создавались планы. И первый план — это 1927-1928 год, это вот там через дробь шло, потому что не с 1 января они были, а с осени по 1932-1933 год. Это первый план в мире, который был создан и реализован. И потом второй план. Благодаря реализации этих планов страна стала великой державой социалистической. Был построен социализм и заложена основа для победы в Великой Отечественной войне. И победы во Второй мировой войне. Наша страна победила не только Великой Отечественной войне, но и победила Второй мировой войне. Немаловажно. И вот концепция должна была, по идее, послужить основой для программы, создания программы. Но программа не состоялась. В советское время не было долгосрочного плана. Только пятилетние. А здесь должна была быть создана программа, но ее не было. Но даже сама по себе концепция, как совокупность целей, могла иметь очень серьезный результат. Но она, по сути, была просаботирована. В течение буквально первых нескольких лет еще вспоминали об этой концепции. А потом перестали. А это не просто какой-то документ, там, благопожелание. Этот документ, в нем написано, что данная концепция должна служить основой и руководством для формирования документации остальной, всех министерств, всех ведомств. Вот это, конечно, принято такое решение, но оно не было выполнено. По каким предлогам? Предлог очень простой. Кризис, мол, мировой. Но уже, если почитать эту концепцию, там написано в самом начале, что да, в мире идет кризис. Об этом знали, когда составляли данную концепцию. Знали, но сумели просаботировать. Этот документ двойственный. Там есть положительные моменты, цели, которые поставлены. Там, конечно, слабость его в том, что нет целостности этого документа и не написано, какие основные пути решения. Это слабость была. Но эту слабость не собирались исправлять, а просто-напросто документ, данные сделали все, чтобы его не выполнять. Под предлогом, которым я назвал, а на самом деле наш государственный монополистический капитализм, он не осуществляет одну свою значимую функцию. Какая функция у капитала? Это всемерное развитие производительных сил. Это функция капитала. Эту функцию капитал у нас в стране осуществляет очень и очень слабо. Концепция должна была подтолкнуть наш капитализм, чтобы он осуществлял это. Почему нам важно, чтобы капитализм осуществлял эту функцию? Какая основная производительная сила? Это рабочий класс. Трудящийся. Это именно рабочий класс. Потому что производительной силой является не всякий трудящийся, а именно рабочий, который производит материальные ценности, производит продукт материальный. И в этом смысле нам, как коммунистам, важно развитие рабочего класса. А капиталисты у нас, российские, в недостаточной мере осуществляют эту функцию. А в этой концепции были заданы некоторые параметры, которые бы принесли пользу рабочему классу. Например, рост вала внутреннего продукта должен был составить примерно 6,5% в год. Сейчас даже не мечтают об этих цифрах. Они сейчас пишут опережение среднемировых. 3,5%. 6,5% поставили задачу. Это в целом больше, чем в 2 раза должен был увеличиться валовый внутренний продукт. 2,25% за эти 12 лет. Это же значит 2 раза должны были в среднем лучше жить. В том числе и рабочие. На самом деле реально оказалось около 20%. Есть разница между в 2 раза, больше, чем в 2 раза и 20%. 20% это 0,2%. Это существенная очень разница. По реальным доходам. Реальные доходы должны были возрасти, по зарплату, к сожалению, там так не написано. Но реальные доходы должны были возрасти в 2,5 раза. Это нормально. Это действительно могло такое произойти при правильном подходе. При правильной реализации. На самом деле реальные доходы возросли за 12 лет на 10%. Сначала возросли на 20% до 2012 года. А потом с 2014 года упали на 10% реальные доходы. Это полностью не то, что не выполнение. Это провал. Это провал данной концепции. Кто внимательно слушает и даже не внимательно слушает то, что говорят руководители страны, слово об этой концепции никто не говорит. В нескольких журналах, в нескольких публикаций и все. Это фигура умолчания. Об этом говорят меньше, чем о многих других гораздо более острых процессах и проблемах. А концепцию, вроде бы ее никто не принимал. Вроде бы ее Владимир Владимирович Путин не подписывал. А он именно подписал эту концепцию. Он ее утвердил. Эта концепция должна была быть выполнена. Уровень бедности должен был быть снижен до 7% с 13%. Он остался на уровне 13%. Это статистика еще показывает 13%. На самом деле мы знаем, что статистическое ведомство подчинено сейчас Министерству экономического развития. И что оно там показывает? Определяется начальством? Ну, во многом да. Нет, они не могут совсем уже сказать, что они выполнили. То есть все-таки 7% задача была дойти до 7% бедности. Нет, все-таки они пишут, что 13%. Другой параметр. Очень важный, существенный. Доля валового внутреннего продукта, который тратится на образование и здравоохранение. Там стояла задача. Я не буду называть цифры, там все до запятой, чтобы не перегружать цифрами. 7% должно было тратиться валового внутреннего продукта на образование. Примерно столько же на здравоохранение. Тратилось примерно по 4%. То есть в 2008 году тратилось примерно по 4%. Ставилась задача до 7%. Сейчас около 3%. Что это за реализация концепции? Это не просто реализация, это против данной концепции. То есть та политика, которую осуществляло правительство Медведева. Ну и, кстати, Путина с 2008 года. Это правительство Путина вообще-то было. До 2012 года. Да, ну с 2008 до 2012 года. И потом с 2012 года правительство Медведева. Это шло против концепции, которую утвердил Путин. То есть это внутреннее противоречие нашего капитализма проявлено здесь в таком виде, что они скрывают просто эту концепцию и ее результаты. Я говорю, буквально несколько журналов. Я вот интересовался этим. Прошерстил интернет и другие источники. Очень мало кто об этом. Просто не то, что говорит, а упоминает даже о ней. Путают эту концепцию с программой 2020, которая не состоялась, эта программа. То есть ее вообще и не было, никто не утверждал. Либеральная совершенно так называемая программа, высшая школа экономики, там с их соратниками. Я вас попрошу отдельно остановиться вот на этом вопросе. Многие не понимают разницы между концепцией и программой. Просто нужно пояснить, что о программе, да, они писали достаточно много и сейчас до сих пор пишут. Но надо объяснить, что программа это программа, а концепция это концепция. Это немножко разные вещи. Но та программа 2020, которую называют программой, она еще меньше программы, чем концепция. То есть она не достигла уровня даже концепции этой. Концепция это серьезный документ на 100 с чем-то, на 190 страниц, но в разных изданиях там, на 100 с чем-то страниц в PDF-файле, если посмотреть. А так называемая программа 2020 либеральная, ультралиберальная, это вообще набор обычных догм о том, что нужна приватизация, нужна свобода предпринимательства, нужна дружба с западным капиталом, и мы должны ждать манну небесную оттуда, должны быть инвестиции оттуда. Вот это обычное, то что 30 лет уже кормят этой кашкой либеральной для совершенно неспособных людей. То есть люди мало на что способны, кроме как грабить, кормят других неспособных вот этой интеллектуальной кашкой, которая не приносит никому пользы, только один вред. То есть программа 2020, либеральная так называемая, это вообще не программа, это вообще документом она не стала. То есть вообще она не была утверждена никаким образом, она и провалилась изначально. То есть она настолько вступила в противоречие с существующей действительностью, с тем, что уже наприватизировали, сейчас же опять возникают без конца эти идеи приватизировать то одно, то другое. То приватизировать Сбербанк, теперь давайте Сбербанк заберем у Центробанка, отдадим государству, какому государству, Центробанк вроде не как часть государства, да? И сейчас руководитель Центробанка заявляет что? А бесплатно мы не отдадим. Платите. То есть, Центробанк Российской Федерации заявляет правительству Российской Федерации, я вам бесплатно Сбербанк не отдам, платите 2 триллиона рублей. То есть, это о чем говорит? О слабой способности нашего капитализма, нашего персонифицированного капитала, то есть, наших капиталистов к нормальному управлению страной, даже по капиталистическим экономическим законам. То есть, не вполне соответствует развитию нашего капитализма, российского, экономическим законам капитализма, который находится на стадии государственно-монополистического капитализма. То есть, стадия такая, а управление отстает очень сильно. Важное условие, которое изложено в концепции, это рост производительности труда. Да, больше чем 2 раза. Планировалось вывести Россию за счет этого на уровень пятой экономики мира, хотя в тот момент Россия была пятой экономикой мира, и нас обошла Германия за это время. То есть, мы превосходили по ВВП. А сейчас Индонезия обойдет. Почему не получилось поднять производительность труда? Это уже другой немножко вопрос, он не вопрос концепции как таковой, это вопрос в целом экономической политики, экономической практики. Почему не удалось, причина очень проста. Вложения в основной капитал настолько низкие, что они не обеспечивают, то есть, доля баллов внутреннего продукта, идущая на накопление, она находится на чрезвычайно низком уровне. В Китае эти параметры в несколько раз выше. Почему Китай так развивается быстро? Потому что вкладывают в основной капитал. Потому что у них часть валов внутреннего продукта, идущего на накопление, под 40 с чем-то процентов. 40-45 процентов. То есть, от всего пирога, который в год производится общественно, 45 процентов. У нас до 19 не доходит. То есть, невозможно быстрое развитие при таких параметрах. Это то же самое, что заставлять армию наступать, не выдав ему вооружение, выдав половину меньше, а боеприпасов в три раза меньше. И поставить задачу победить противника, который до зубов вооружен и превосходит по всем параметрам. Это невозможно просто. Почему? Ну, даже элементарно, нужно обновлять тот капитал, который сейчас уже существует. Для этого нужно, чтобы работал амортизационный фонд. Чтобы работала амортизация. Каждый из предприятий отчисляет амортизационное отчисление. Есть нормативы. Там разные. На здание меньше. Есть ускоренная амортизация. Все вроде здесь хорошо и красиво. Есть параметры. Бухгалтерия их свято использует обычно. Потому что это сразу идет на затрату. Это очень выгодно. Уменьшается налогооблагаемая прибыль. Допустим, работает станок, стоит миллион. Каждый год по 100 тысяч с этого станка списывается на затраты. На тот продукт, который выпускается. Планомерно это делается. А дальше? А куда идут дальше эти деньги? У нас это абсолютно не регулируется. У нас предприниматель, который часто кричит, что свобода здесь нет. Ничего. Они совершенно свободно пользуются этими средствами. И те, у кого доходы достаточные, особенно это касается олигархии, они спокойно выводят эти деньги за рубеж, в офшоры. То, что должны вложить в производство. Этот станок, который уже изношен, его же надо заменить через 10 лет. Его вместо этого просто-напросто забывают, предприятия банкротят. Все. Или просят у государства, дайте нам денег. И мы сейчас, тогда на деньги бюджета, мы все замечательно сделаем. И так оно и это не получается. И эти деньги также выводят. Потому что контроля здесь нет. А нужно, как минимум, чтобы вместо старого станка поставили новый станок. Для этого нужно регулировать процесс использования амортизационных отчислений. Не только их исчисления, не только их бухгалтерский учет, но и как их использовать. Для этого не надо далеко ходить. Можно предложить целый ряд вариантов, как это делать. Например, создать государственный амортизационный фонд. Если ты используешь, как предприниматель, как промышленник, используешь деньги того, что начислил амортизацию, пожалуйста, ничего никуда, ничего не надо давать. Ты купил станок, все, молодец, купил станок. Станок у тебя работает. А если не купил, вот ту амортизацию, которую ты начислил, будь добр, сдай в этот фонд, допустим, по 2% годовых. Кому нужно будет из предпринимателей, тот, допустим, по 4% годовых придет и возьмет эти деньги у государства по 4% годовых. Кто у нас еще по 4% годовых может это сделать? Никто. Но есть какие-то программки по этому поводу. Министерство промышленности и торговли имеет такие программы, но это очень слабо развитые. И тем более остальное просто банки наживаются на разнице процентов. А здесь ничего не надо наживаться. Не использовал сам. Отдай в этот фонд твои деньги. Заходишь забрать, забираешь 2 мемент, но только покупаешь станки на эти деньги. Или пусть другой купит за 4% отдаст этому фонду. И тогда, а какие это деньги? Это огромные деньги. У нас стоимость основных фондов составляет, ну, около, наверное, 100 триллионов рублей по стране. Около 100 триллионов, если не больше, если правильно посчитано. Значит, если амортизация, там, ну, пусть активная часть 10%, пассивная. Пассивная это здание. Пассивная, допустим, 1%, 2% в год. Ну, значит, в среднем где-то процентов 6. Значит, 6% от 100 триллионов. Это 6 триллионов рублей. Так вот, инвестиции 6 триллионов рублей, это минимальный уровень инвестиций в нашей стране. Это только сохранение капитала, только сохранение. Но кроме сохранения, есть еще и увеличение. А увеличение откуда должно происходить? Из прибавочного стоимости. То есть, из прибыли. А вот из прибыли можно вернуться хотя бы к тому, что было даже при этом Ельцине, которого ругают, и правильно ругают. Но при Ельцине было правильнее налогообложение прибыли. Если ты вкладываешь из прибыли деньги в основной капитал, тогда ты половину этой прибыли не платишь. Сейчас это отменили. Сейчас сделали всем одинаково налог на прибыль. А на самом деле можно было бы освобождать в какой-то мере или полностью от налога на прибыль те деньги, которые из прибыли вкладываются в основной капитал. Это же элементарно делается. Это для капиталистов, кстати говоря. Но для тех капиталистов, которые хотят вкладывать в производство. Которые хотят нанимать новых рабочих. Которые хотят переквалификацию рабочих проводить. Чтобы элементарно работать, производить товар. И в том числе и на экспорт. Вот он второй источник. Вот он второй источник. Но там еще есть источник. У нас рента. Рента, особенно от нефти и от газа. Ну, ренту часть взяли. Вот это при Путине уже взяли. С 2000 года ввели налог на полезные ископаемые. И этот налог частично изъял эти средства. Другое дело, куда они тратятся. Так вот, оттуда тоже нужно по определенной программе вкладывать бы деньги в производство. Вот тогда у нас зашевелится экономика. Какие темпы роста могут быть, если этого не делается? Представьте себе, из нашей страны вводится примерно товаров и продуктов безвозмездно. Это не вывоз капитала. И денег выводится примерно на 200 миллиардов долларов. Ежегодно. Это уже в течение 30 лет. Ну, плюс-минус, никто это точно не знает. Но оценки есть только лишь. Умножьте на 30, получите сколько у нас триллионов долларов выведено. Наша страна финансирует экономику Соединенных Штатов, Европы, ну, в какой-то мере Китая. Ну, в большей степени выводят куда? В офшоры. А в офшорах деньги не держатся. Они же не идиоты там держат деньги. У них нет источника платить проценты абсолютно за те деньги, которые положены там в депозиты. А куда? Они в те же швейцарские банки. И в другие. Они в те же крупнейшие финансовые группы. В той же банке Соединенных Штатов крупнейшей. Европы западной. Поэтому, на самом деле, наша страна финансирует в значительной степени капитализм других стран. Получается, что мы своими природными ресурсами, своей природной рентой обеспечиваем уровень жизни людей в разных странах. Нет, конечно, оно, прежде всего, обеспечивается более высоким производительным трудом на основе более развитой техники, технологий там. Это основа, конечно. Не надо говорить, что там они живут за наш счет. Нет, конечно. Но в какой-то мере, да. Вопрос в нашей экономике. Почему программа, концепция, почему я сам оговорился, концепция, почему не реализована? Да потому, что, на самом деле, нужно, кроме концепции, нужно было принять долгосрочную программу, которая должна была, особенно в такой стране, где постоянно у нас кризис, по сути, уже. У нас застой. Ругают Брежнев за застой. При Брежневе застой, кстати, был только в последние годы. До 1975 года никакого застой не было. Было 7% рост в год. Какой застой? А сейчас самый настоящий застой. С 2014 года мы вообще по нулям. В нашей стране по нулям. Значит, только на основе государственного регулирования, амортизационных отчислений, использования их, о чем я уже говорил, не буду повторяться, и использования прибыли на увеличение основного капитала и на привлечение новой рабочей силы. Прибыль на это тратится, тоже должна тратиться. Только так можно сдвинуть с мертвой точки нашу экономику. Вы упомянули слово саботаж. Может быть, эту программу и не планировалось выполнять. Нет, я думаю, что все-таки тогда президент, а потом стал премьером, подписал эту программу, Владимир Владимирович Путин, я не думаю, что он подписал с той целью, чтобы ее просаботировали. Я думаю, что есть силы, которые очень эффективно это делают и до сих пор это устраивают, такие вещи. То есть, представляете себе, с 2014 года у нас нет развития экономики. У нас было падение, потом чуть подъем, но который не компенсировал. Более того, у нас экономика не достигла уровня 1991 года. То есть, 29 лет у нас экономика в застое, по большому счету. Если у нас крупного рогатого скота сейчас в два раза меньше, чем было в 1991 году. То есть, это о чем говорит? Это говорит о том, что не достигли многих параметров. Если валовый внутренний продукт вроде бы достигли почти что уровня 1991 года. А если взять, ну это во многом искусственный показатель. Там считается двойной счет, там считаются услуги, которые малоинтересны для развития экономики. А если взять натуральные показатели, то по станкам мы вообще 10% не имеем по объему производства. По самолетам очень низкий уровень, практически примитивный уровень экспериментальных заводов. По электронике близко к нулю. Я не знаю, как можно поддерживать оборонный щит, если нормальной электроники своей нет. Поставили задачу, профинансировали, сделать один из новых электронных заводов, провалили. Провалили, сейчас банкротят. Предприятие, которое свежее и свежее, должно было создать новую основу для нашей электронной промышленности. А без электроники, что можно сейчас без электроники? Надеется, что нам поможет Китай? Ну, в какой-то мере, наверное, поможет. Ну, в смысле, продаст. Изделия продаст, не технологии. Китай сейчас 5G, уже сейчас 5G делает. Huawei, как известно. А мы даже не приблизились к уровню десятилетней давности по технологиям электронным. По нанометрам там у нас не получается. И у нас наша электроника, которая используется, она в несколько раз дороже для нашего управления государственного, для военной техники, в несколько раз дороже, чем аналоги западные. Хорошо, что она хоть эта осталась, сохранилась, но надо же двигаться дальше. И вот концепция как раз, она предполагала очень серьезный уровень. Кстати, уровень доходов очень серьезный. Вот представьте себе, пенсия должна была на уровне трех прожиточных минимумов пенсионера. То есть, пенсия должна была быть в стране уже 30-35 тысяч рублей. Обычная, нормальная, средняя пенсия. А зарплата 2,5 тысячи долларов. А зарплата, ну, такая цифра фигурирует, но есть такой параметр интересный. Зарплата должна была, должна на уровне восстановительного, минимальная зарплата должна была на уровне восстановительного прожиточного уровня. То есть, три минимальных заработных платы, должна была минимальная, три прожиточных минимума. Три прожиточных минимума должна была составлять минимальная заработная плата. Минимальная. Минимальная. То есть, если прожиточный минимум сейчас будем считать 12 тысяч, хотя он заниженный, конечно, то получается 36 тысяч должна была быть минимальная заработная плата в стране. И такая задача была в концепции. Плохая задача разве? Отличная задача. В долларах там считать это дело спекулятивное. Доллар такой, сякой, как там считать по ППС, по паритету покупательной способности, без паритета. Сейчас по паритету покупательной способности доллар должен был стоить, примерно, 25 рублей. То есть, на 25 рублей можно купить тот же набор продуктов, что на 1000 долларов. Поэтому 1000 долларов равна 25 тысячам рублей. А то, что курс 65, это спекулятивный курс. Этот курс явно, наша валюта занижена почти что в 3 раза. 2,5 раза занижена валюта. Для чего? Для экспортеров. И у нас вот экономика экспортеров примитивных товаров. То есть, ресурсов. В это же время мы видим, что несмотря на глобальный финансовый экономический кризис... Ну, пока еще нельзя сказать, что есть финансовый кризис. Это пока громкие слова, немножко журналистские термины такие. На самом деле, штамп, да, кризиса, финансового кризиса мирового сейчас нет. В любом случае... Экономика развивается мировая. Да, в любом случае, за эти годы мы видим, что другие страны, не только развитые страны, но и развивающиеся страны, показали гораздо более мощные темпы роста по сравнению с нашей страной. Наша страна одна из самых отсталых стран с точки зрения темпов роста экономики. Знаете, когда рассказывали либералы сказки про то, что Россия довольно развитая страна, чтобы иметь большие темпы роста. Ну, так называемая концепция низкого старта. Что если низкий старт, тогда могут быть большие, будешь догонять и быстро-быстро будешь бежать. А если ты уже такой более-менее развитый, то ты не можешь так быстро бежать. У тебя уже такое брюшко есть, и ты уже как-то медленно, солидно должен двигаться, как движется, например, Германия, например, по 2% в год, по 3%. И говорили, Россия же тоже не слаборазвитая страна. Она не должна быстро-быстро бежать. Оказывается, у нас сейчас такой аргумент не может работать. Хотя этот аргумент плохой, слабый, но он не может и сейчас работать, потому что у нас низкий достаточно уровень. Если мы переходим на технологии, которые сейчас есть в мире, современные, у нас темпы роста спокойно 10% в год должны быть. То есть, Китай вот по 12% шел, мол, от низкого уровня, низкого старта, он мог быстро до такого уровня добежать. И большие проценты роста давать. Сейчас наша страна просто объяснение такого, как пытаются дать либералы по поводу низкого старта, сейчас невозможно объяснить. Они не могут это объяснить. Они всегда говорят, вот нет западных инвестиций. Какие западные инвестиции, если у нас страна является явно финансово избыточной? То есть, у нас финансов больше, чем дают возможность вложить в экономику. То есть, у нас этого аргумента нет просто-напросто. Того аргумента, что у нас высокий уровень экономики, поэтому мы медленно можем двигаться. Мы должны двигаться с огромной скоростью по 10% в год, это минимум. Просто для того, чтобы не быть раздавленным между двумя центрами силы. Между Западом и Востоком. И Восток, допустим, не ставит, например, цель нас раздавить. Запад пытается это делать. Мы видим, как вооружение они подтягивают сюда, как НАТО приближается. Они ставят такую задачу. Они поставили ее в 91-м году, в 93-м и раньше. И они во многом ее реализовывали. Восток пусть не ставит такую задачу. Под Востоком я Китай сейчас имею в виду. Не ставит такую задачу. Но он объективно будет заходить к нам в страну. Он уже заходит в эти пути эти шелковые. Он заходит просто потому, что он расширяет свою экономику. Китайская Народная Республика сделала ледокол. Зачем у нее ледокол? Там льдов нет. Арктический флот. Они создают арктический флот. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что о угрозе суверенитета. То есть если наша страна не будет двигаться со скоростью 10% в год. А это нормально. Это можно двигаться. Мы на таком уровне. По электронике, если мы на нулевом. Если мы в электронику вложим, это будет 100% рост каждый год. Это не проблема. По станкостроению, если вложатся наши капиталисты и государство в станкостроение, это будет рост по 20-30% в год. Здесь мы подходим к проблеме отсутствия квалифицированных кадров и уничтожения системы образования. О чем уже даже в правительстве об этом говорят. Фактически система образования у нас скоро будет на уровне Британской Индии 19 века. Ну, я всегда стараюсь не говорить того, что уничтожено или чего-то нет, если оно есть. У нас не уничтожена система образования. У нас она ослаблена. У нас негативные тенденции преобладают. Но у нас есть еще оставшаяся мощная система образования в стране. Сотни институтов, больших, в том числе технических вузов, которые способны выпускать хороших специалистов. И выпускают, кстати, хорошие специалисты, которые уезжают за рубеж. Они же там зарабатывают хорошие деньги за рубежом, многие, по своей специальности. У нас что, плохая система образования? Нет. У нас еще осталось много чего от Советского Союза и воспроизводится это. На самом деле, если поставлена задача будет роста по-настоящему программы долгосрочного развития нашего производства и экономики в целом, у нас сразу же появится потребность в инженерных кадрах и других. Не надо будет загонять в инженерные вузы пинками. С удовольствием будет идти в инженерные вузы, потому что там будут хорошие потом перспективы у выпускников. И не надо там бороться с избытком экономистов и юристов. Отчего идут в экономисты и юристы часто? А иногда от безысходности. Потому что если ты получил, допустим, диплом юриста, у тебя есть шанс остаться, допустим, предпринимателем, защищать свои интересы, идти в государственные структуры, где доходы вроде какие, какие-никакие. Так ведь? Да. Экономист что-то там соображает в экономике. Для чего? Для защиты себя и своих семей. Поэтому люди многие идут в экономисты и юристы. Промышленность будет подниматься, будут востребованы кадры. И сразу же в течение нескольких лет, у нас очень отзывчиво, я уверен, сразу же в течение 5-10 лет у нас будет во многом восстановлена система образования. Потому что будет потребность. В конце концов, у нас есть рядом наши страны, дружественная Белоруссия, в которой есть кадры хорошие. У нас есть недружественная Украина, в которой очень много хороших русскоязычных кадров. Которые готовы работать у нас. Которые сотнями тысяч получают российское гражданство. Ну, сейчас еще, может, не такими, но пусть получают и пусть работают на Россию. Потом кто-то из них вернется на Украину, когда она будет дружественной. Это будет неизбежно. Только тогда, когда, может быть, и у нас много поменяется в стране, у них поменяется многое в стране. Не пора ли нам переходить к госплану? Эта мысль, эта идея все чаще слышится даже в кругах близких к официальным, о том, что мы не можем развиваться дальше без планирования, без стратегического планирования. А вот стратегическое планирование, вот вы очень вовремя сказали эту фразу, у нас есть закон о стратегическом планировании, инициированный так называемыми левыми силами, официальной оппозицией. Закон принят и заморожен. Вы слышали еще какие-нибудь другие замороженные законы? Нет. Закон вообще невозможно заморозить. Либо вы его отменяете. Если ввели закон три года назад, или сколько подписал Путин этот закон, как президент подписал, и осрочили срок его введения, это что значит? Значит, есть силы, которые просто-напросто, этот закон, он, кстати, не такой же сильный закон. Это не закон о госплане, отнюдь. Там нет такой правильной системы, не описана правильная система государственного программирования, не говоря о планировании. Необходимо преодолеть, чтобы и сам капитал национальный преодолел это противоречие, вернее, разрешил это противоречие в пользу долгосрочного программирования. Программирование – это необходимо для его выживания, этого капитала. Иначе его раздавят просто-напросто другие, более мощные капиталы. И даже планирование. Планирование, если у нас по разным оценкам примерно половина, кто-то говорит 70%, государственная собственность в нашей стране, то пусть 50%, пусть хорошо, пусть 45%. Если 45% у нас государственная собственность, в рамках одной собственности можно один план делать. Долгосрочный и среднесрочный. Ну, потом краткосрочный, само собой. Вместо глупости, той глупости, которая делается трехлетний финансовый, трехлетний бюджет, трехлетний бюджет принимать глупо, просто. Это не заменяет планирование. Одно дело планировать, что надо делать, а другое дело просто финансы расписывать на три года. У тебя плана нет, ты финансы три года расписал. Откуда ты еще знаешь, что у тебя будет с финансами? Если у тебя плана нет, твоих действий, ты не знаешь, что будет через полтора года. А у тебя есть финансово расписанный. От прокрустного ложа расписанного бюджета пытаются поломать экономику. Наоборот, надо делать. Надо делать экономику с горизонтом 20 лет долгосрочный план развития государственного сектора экономики. Да, капиталистического пока. Государственный сектор экономики. А вокруг него потом капиталисты будут вынуждены подстраиваться. Но если половина экономики планируется, остальное можно же программировать. капиталисты внутри себя. Нормальный капиталист, он не сможет работать без плана развития своей монополии. Это просто невозможно. У Роснефти есть план. Есть план. У Газпрома есть план. У них есть планы. А у государства в целом нет плана. То есть нам надо выходить на межотраслевой баланс, сводить... Баланс – это одна из технологий планирования. Да, но это конкретная уже задача, которая может решаться. Но баланс не есть план. Баланс – это одна из важных технологий того, как согласовать ресурсы с задачами, как это сделать в натуральном виде, потом в финансовом виде. Нужен план, прежде всего, исходящий из задач. Какая задача стоит перед российской экономикой? Эта задача, вот даже почитать эту концепцию, о которой мы с вами говорим, эта задача не поставлена. Она очень обтекаема. А сейчас задача стоит, чтобы наша страна, наша экономика вышла на уровень длительного, быстрого развития с той целью, чтобы сохранилась Россия. То есть сейчас просто стоит задача, такая сохранение России. То есть между двумя полюсами, экономическими мощнейшими полюсами нас просто затянет или в один, или в другой. То есть это… Да нет, скорее всего, будет хуже. Между ними. Между ними. Это просто-напросто на разрыв. Это не будет такого, что там… Сейчас тенденция какая? Сейчас тенденция к Востоку. Сейчас же на самом деле, посмотрите, насколько усиливаются связи с Китаем. Капиталистическая Россия резко усиливает связи с Китаем. Не боятся называть союзнические, но еще их и нет. Но партнерские, не просто партнерские, там уже такие стратегические отношения. Куда у нас трубы пошли газовые? Туда пошли. Туда на запад, ну не дают делать трубу, даже на запад. А туда, пожалуйста, на восток. Хотя китайцы тоже очень блюдут свои интересы. Наши построили трубу, а по цене еще не определились. Ясно, что цена будет невысокая. Труба уже есть, газ есть. Это значит что? Предложение есть, спрос пока не проявлен. Поэтому им нужен очень газ наш, очень нужен, потому что у них задыхаются города, в дыму от угольных электростанций. Они очень хотят наш газ. Но, кроме того, у них сейчас поставляется газ и нефть в основном морским путем. Может быть в любой момент блокировано флотом Соединенных Штатов. А только от нас они могут получить энергоносители реально. Им это очень нужно. Но они ведут себя очень уверенно, потому что они сильные. Экономика Китая примерно три года тому назад стала первой экономикой мира. Считая по буржуазному показателю валовый внутренний продукт. А если считать по более правильному показателю промышленного производства, объема промышленного производства, Китай уже лет пять как первый. То есть это первое. Впервые за больше, чем век Соединенные Штаты не первая экономика мира. Даже Советский Союз не сумел с этого пьедестала сбить Соединенные Штаты. Но был второй. Был второй. И с хорошими параметрами был вторым. Это получается, ну где-то если Соединенные Штаты тогда около где-то 28%, мы были где-то около 19% мировой экономики составляли Советский Союз. Сейчас Россия составляет меньше 3%, по другим показателям 11,7%. Китай уже под 19% мировой экономики Соединенные Штаты около 17%. Вот представьте все параметры какие. А 20 лет тому назад такого и не было. Даже некоторые полагали, что такого быть не может. Что Соединенные Штаты forever. То есть навсегда. На самом деле нет. Поэтому они сейчас и бесятся. Поэтому они сейчас пытаются остановить Китай. Можем ли мы расценить неутешительные результаты развития экономики Российской Федерации на данный момент 2020 года как определенный ну не то чтобы приговор, но как определенную оценку нашего правящего класса, прежде всего буржуазии, которая сейчас должна заниматься развитием нашей страны. У нас буржуазии очень эффективные. У нас буржуазии очень эффективно эксплуатируют рабочий класс наш. В этом смысле равных может быть трудно поискать. Потому что такой уровень эксплуатации, когда за 40 минут рабочий производит продукт достаточный для того, чтобы ему зарплату выплатить за 40 минут из 9 с половиной часов работы каждый день, то равных здесь очень не знаю, кто еще равный. Но с точки зрения управления экономикой российский правящий класс отсталый, просто-напросто отсталый, слабый и тупой в этом отношении. Не тупой в смысле загрести денег и поэксплуатировать рабочих, а в смысле конкуренции с другими капиталистами он очень слаб. И это определенная угроза. Я не говорю, что нам надо задачу усилить. Они должны реализовывать основную миссию капитализма. это всемирное развитие производительных сил. Вот этой миссией правящий класс российский не справляется. Просто не справляется. И это видно уже потому, как вот спокойненько одно правительство сейчас сменило другое, оценки деятельности того правительства официально не дано. Вот Михаил Васильевич Попов что-то сказал о полном служебном а не полном служебном соответствии правительству Медведева. Может даже полное служебное несоответствие. Даже так напрашивается такой каламбур. Абсолютно согласен с Михаилом Васильевичем в оценках всех. Назвать может быть даже пожестче можно. Он по-профессорски так вежливо. Я не профессор, мне можно не так вежливо сказать. Возможно что отставка правительства связана в том числе и с невыполнением взятых на себя обязательств. Они не брали к сожалению не брали обязательства выполнить концепцию. что. Представитель правительства Путин подписал постановление о введении этой концепции. Не он четыре года, не Медведев уже сколько лет его правительство этой концепции реально не руководствовались. Это очень печально. А подписались в собственной бездеятельности. и то что сейчас делается это просто уже не только из-за концепции это потому что это по сути фиаско и банкротство того той политики которая проводила уже долгие долгие годы правительства Российской Федерации. То есть это речь идет и об экономическом и политическом курсе нашей правящей группе. Ну экономико-политическом я сказал бы. Они в мир взрывно связаны между собой. Мы не говорим сейчас о внешней политике хотя она является отражением естественно внутренней реализации. Внешней политике благодаря тому что создали наши великие предки это ядерный щит. Благодаря этому наша внешняя политика при правильном подходе она дает определенные результаты. И техника у нас еще военная есть и заделы есть еще некоторые научные технические заделы. А так получается что задел это тоже не беспределен. Посмотрите сейчас снова стали делать стратегический бомбардировщик. Такой же как был. Научились? Нет такой же как был. Взяли советский который не выпускался сколько-то лет и сейчас делают нового белого лебедя. То есть он будет новый. Такой же новая электроника будет. Но он такой же с теми же задачами. Раньше наши ракеты несли 10 боеголовок сейчас 4. Есть разница вообще-то. Новые несут 4. Это называется деградация. Это называется путь назад. Но здесь нельзя просто так говорить что вот все упало есть тенденции положительные. Есть тенденции положительные в том числе например даже в этой концепции реализации в чем-то концепции но например по жилищному строительству есть некоторые подвижки есть некоторые подвижки по параметрам инфраструктуры хотя сравнить с Китаем например это вообще с Китаем все трудно сравнивать в Китае сейчас 28 тысяч километров скоростных железных дорог это больше чем все остальные страны в мире на втором месте Франция 3000 есть разница Китай большой Франция меньше а Россия больше Китая конечно а у нас ни одного километра скоростной дороги нет железной ни одного километра даже между Москвой и Санкт-Петербургом ну казалось бы символ такой и Санкт-Петербург у нас только начальство в Москве сейчас ну сделайте скоростной будете не летать будете ездить просто красиво раз и там за 3 часа вы уже за 2 часа там в Москве и в Питере за 2 часа вот оно замечательно даже это не сделано Китай собирается построить 40 тысяч дорог ну довести до 40 тысяч вот она вот она серьезнейшая задача это вот это поднимает страну это они делают виадуки по 10 по 8 километров виадук просто идет это просто над землей над землей поставили бетонные опоры и даже чтобы немножко не снижаться вот так по прямой и едет со скоростью 300 400 километров в час поезда носятся по Китаю теперь вот это ни в одной стране мира этого нет мало этим восхищаться нам надо ставить задачу такую чтобы такие инфраструктурные хотели делать скоростную дорогу в Китай почему почему отказались 200 миллиардов долларов которые каждый год вывозят но не вывозите 200 миллиардов долларов то вложите в скоростные железные дороги и будет действительно здесь успех будет развитие определенный Крымский мост как подтянул экономику страны в целом тоже неплохо то есть на самом деле у нас есть основы в нашей стране есть основы население не очень большое но все-таки 144 миллиона тоже немало для того чтобы развиваться наша страна вполне полмиллиарда населения наша страна спокойно прокормит при таких у нас больше всего черноземов в мире больше чем в Китае земли гораздо у нас там кормится на этой земле миллиард 380 миллионов а у нас здесь раз меньше и с точки демографии первая задача которую нужно решить практическую это не просто обзывать демографию а надо увеличивать население нашей страны за счет не только притока из других стран региона мира а в нашей стране как это можно сделать вот сейчас вроде бы положительно что будут за первого ребенка платить хорошо за второго будут доплачивать тоже хорошо за третьего погасят там 400 с чем-то тысяч ипотеки тоже неплохо а почему не сделать более умную вещь элементарную вещь почему не обеспечивать всех кто имеет троих детей государственным жильем ну с правом допустим приватизации я посчитал несколько лет сколько это обойдется диссертации я это тоже посчитал значит то что стоило нам олимпиада этих денег хватило бы на 10 лет программы такой то есть третьего ребенка родили первого второго допустим ваша проблема ну не ваша пусть помогают там конечно как положено третьего родили квартиру или дом причем квартира должна быть минимум четырехкомнатная ну потому что трое детей ясно что двое детей одного пола один ребенок другого пола то есть им надо две спальни плюс спальня родителей плюс общая комната ну соответственно кухня там и так далее то есть вот оно и это стоит не так дорого это 400 миллиардов в год это недорого для нашей страны у нас просто-напросто на цифровую экономику просто грохнули собираются грохнуть триллионы грохнули невыполнение было 1 триллион финансового плана бюджета за декабрь месяц 200 миллиардов грохнули на цифровую экономику просто в никуда половину из этих денег в смысле эти 200 половину от этой программы составило бы эти 200 200 миллиардов рублей и можно каждый кроме того это подняло бы как жилищное строительство выполняли бы госзаказ для целый квартал бы строили для многодетных это же нормально совершенно там были специальные детские сады специальные школы бы строили приспособлены для того чтобы туда ходили много детей что было в этом то есть у нас вот обычный микрорайон там в Москве даже в Питере он не для многодетных и вообще многодетные это извините не 3 человека по большому счету это уже 4-5 человек это многодетные но пусть даже хорошо пусть считают 3 человека действительно 3 человека это обычная семья должна быть почему потому что двое это замена родителей а третье это увеличение поэтому наша страна должна задачу номер 1 решать и денег для этого предостаточно и вот на чем можно проверить это правительство это на том как не просто помогать многодетным а обеспечивать многодетным жильем вот извините ради жилья может быть некоторые женщины подумали бы о третьем ребенке если государство бы и это не то чтобы в очередь поставить а вот так вот родили в течение нескольких месяцев как это было в гдр в гдр семья создается квартиру без детей еще ребенок появляется на тебе еще большую квартиру ребенок еще на тебе большую квартиру вот он социализм вот он социализм как первая стадия коммунизма даже в ливии это делали в капиталистической то есть современное развитие современных производительных сил позволяет нам в полной мере выполнить а как это подняло бы малые города ведь малые города больше склонны чтобы рождались трое больше детей чем в крупных чем в крупных там другой стиль жизни несколько в малых городах это подняло бы здорово представляете себе в малых городах все кто имеет трех детей кто уже родил даже не надо только родят кто уже родил дайте им квартиры дайте им 4-комнатные дома строились бы дома 4-комнатных 5-комнатных квартир а лучше бы им еще конечно Двухэтажные Дома, как они называются Квартира в квартире Таунхаусы Ну не знаю, русского названия, к сожалению Нет вроде Таунхаусы давать многодетным Чтобы был задний дворик Чтобы был передний дворик И чтобы было 5 комнат И гараж А в гараже должен стоять минивэн Всеми местный Естественно, конечно Ну и машина маме маленькая По хозяйству, чтобы ездить Это нормально совершенно Россия способна с такой территорией С такими богатствами С таким количеством умных людей Но очень нетребовательных У нас проблема основная Это то, что наш рабочий класс И другие трудящиеся Нетребовательны к своему правительству И вот я не готов обвинять правительство О том, что оно плохое А что его обвинять? Они действуют в своих интересах Капитализм Идеология индивидуализма Стал начальником, стал министром Тащи себе Потому что закон такой капитализма Каждый за себя Закон обогащения А что противопоставить этому нужно? Противопоставить только Рост организованности рабочего класса Рост требовательности к правительству И требовать не просто выходить Куда-то там и кричать Кричалки какие-то А на своем предприятии Организовывать профсоюзы Организовывать забастовочное движение И тогда Наш непуганный капиталист А у нас непуганный еще капиталист Он быстро застроится Тем более они же помнят еще Что было в 17-м году Они это может быть помнят даже лучше Чем трудящиеся Ну да, многие из них более образованы И вышли из комсомола Очень многие А в комсомол, если кто Вас приняли в комсомол? Меня приняли в комсомол Надо четко знать Все ордена комсомола И историю То есть орден за то, за то, за то Ну а комсомольцы Кто такие комсомольцы? Вот этот Ходорковский комсомолец Из НТТМа вышел Наутехническое творчество молодежи Там Березовский вроде тоже коммунист был Так что знают они, конечно, капиталисты Более того, ведь большинство из руководителей Из нашего правящего класса Многие из них были коммунистами Да, большинство подавляющее А для того, чтобы стать коммунистом Во главе с президентом Да, надо было иметь определенный уровень теоретических знаний Но это коммунисты многие по названию Мы же понимаем отлично По духу коммунистов оказалось Видно, что в 90-91 году Те, кто были в коммунистической инициативе Те, кто противодействовали и боролись за социализм За сохранение социализма Того, что осталось от социализма К 91-му году уже после Хрущева и Брежнева Их оказалось меньше миллиона Из 19 миллионов членов КПСС Получается, что сегодня Ну, на данном историческом этапе Мы подходим опять к тому же месту О чем говорил Карл Маркс Что борьба рабочего класса Есть действия самого рабочего класса Да Спасение утопающих Говорок самих утопающих Конечно В данном случае, опять же, очень важно Для того, чтобы знания Они пришли в среду рабочего класса Но уже мало знаний Нужны действия Действия Знания это хорошо и правильно Без этого никуда И партия рабочего класса Как раз и соединяет Научный социализм с рабочим движением И все, кто рассказывают Рассказки, что они будут просвещать Агитпропагандировать и так далее Если они не проводят задачу Соединения научного социализма С рабочим движением Никакие это не коммунисты Никакие эти не марксисты А это всякие разные там Троцкисты и прочая шваль Кто не занимается рабочим движением Это не коммунисты Это отбросы Которые вовсе не левого движения Это политические отбросы Правящего класса В свое время Сталин сказал Пойдешь налево, придешь направо Ну По другому поводу это сказал Да Вообще я думаю, что левый и правый Это вообще очень условные названия Правильно говорить Марксисты и ленинцы Это рабочая партия Которая занимается соединением Научного социализма С рабочим движением Все остальное Это около того Они делают полезную работу В чем-то делают Сказать, что они только Отрицательную работу Нет Хорошо Агитпроп работает Рассказывает про то, что То плохо, это плохо И это не надо Иногда вводит прямо В угнетенное состояние Некоторых, наверное, людей Потому что не говорит о том Что делать надо А говорит Правильно говорит, что не так А что сделать надо, чтобы было так Вот эти так называемые левые Не говорят А надо не только говорить, а действовать Надо Еще раз повторяю Это она повторяет До тех пор, пока это не будет делаться Оно уже делается Вот, к сожалению, не так уж Что многими людьми Но тем не делается Соединение научного социализма Для этого нужно изучать Научный социализм Знать его Преломлять его в современность То есть современный научный социализм То есть Научный социализм Все то богатство, которое есть Его применять К нынешнему этапу Не переделывать И ревизировать его А применять К нынешнему этапу И соединять с рабочим движением То есть Воссоздавать рабочее движение Начиная с примитивных форм Буржуазной организации Под названием Профсоюз Профсоюз Это вполне буржуазная организация Потому что это за интересы Определенного Определенной части Трудящихся Но Из этой буржуазной организации Ведь социализм вырастает Из капитализма Вообще-то Он не просто на пустом месте Он на основе того Что создано при капитализме В том числе Буржуазная организация Профсоюз Сознанно при капитализме Создается Но потом По мере его развития Оно вполне Создает Предпосылки Для социализма Когда Профсоюзная борьба Забоставочные комитеты Посылает своих представителей В замечательный орган Под названием Советы Эти советы Становятся Фактической Властью В том или ином Городе В том или ином В регионе А потом И объединяются Между собой Так Возникает Советская власть Даже по современному Буржуазному праву Профессиональные союзы Имеют Полное право Принимать участие В деятельности Местного самоуправления Самоуправления Обязаны Да И в данном случае Мы видим Как мы можем Выкинуть Ты в стороне комиссии Есть например Да Где Руководство Города например Профсоюзы И союз Предпринимателей Работодателей Вот Одна из форм Уже управления Государственного управления Не муниципального управления Ну муниципального Да Муниципального А если допустим Отпадет одна из сторон Ну отпадет Имеется ввиду буржуазная Ну останется Силу слабости Две стороны Силу того что не справится С ситуацией Она уже Все признаки Того что не справится С ситуацией Имеется все ресурсы Для того чтобы Страна развивалась быстро И чтобы была С восьмого года До двадцатого Могло быть выполнена Концепция Долгосрочного Социально-экономического Развития страны Но буржуазия Показала полную Свою в этом отношении Импотенцию Цели поставленные Никто не отменял И соответственно Трудящиеся Хотя бы На промышленных Если трудящиеся Жестко не поставят Вопрос Ну это да Это я шучу Конечно Никто там сверху Не повысит Только борьба Самих рабочих Организованных Этого достигнет Спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok